Добрый вечер! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. Студия Кирилл Политов и Татьяна Динер. Смотрите сегодня в выпуске. Неправильные пчелы. Как отличить качественный мед от некачественной подделки? На обычную салфетку капнуть немножко меда. Партизанская юность. В преддверии Дня Победы мы продолжаем рассказывать о подвигах ветеранов Великой Отечественной. Потом уже начали напрямую. Знаешь, где партизаны? Не знаю. По рецепту двухвековой давности. Какой кулинарный продукт Алтайского края заставил приехать в Барнаул британского подданного? 170 миллионов рублей на борьбу с безработицей выделят Алтайскому краю с фонда правительства. Эти средства пойдут на антикризисную поддержку четырех предприятий нашего региона. Большую часть направят на завод Алтайвагон, который в отсутствии заказов вынужден значительно сокращать штаты объемы производства. Соответствующее распоряжение сегодня появилось на сайте кабинета министров страны. Согласно документу, государственные субсидии на суммы почти 2 миллиарда рублей получат только 4 региона. Около миллиарда перечислят в республику Татарстан. Порядка 700 миллионов в Самарскую область. Далее в списке Алтайский край это 170 миллионов рублей и 88 миллионов направят в Тверскую область. Полученные деньги регионы должны будут потратить, цитируем, на обеспечение временной занятости работников организации, находящихся под угрозой увольнения, и граждан, ищущих работу, стимулирование занятости молодежи, содействие социальной занятости инвалидов. Похоже, появилась надежда на то, что уголовное дело по факту падения снежной глыбы на девушке в Барнауле все-таки возбудят. Напомним, ЧП произошло 22 марта в самом центре краевой столицы. Потерпевшая осталась жива, но получила серьезные травмы головы. Следственный комитет тут же начал проверку. Однако возбудить дело мешало то, что в этот день до приезда правоохранителей коммунальщики успели почистить крышу. И установить, откуда именно упала глыба, оказалось довольно сложно. Но сегодня к нам в редакцию обратилась девушка, которая стала очевидцем против происшествия. И вот, что она рассказала нам по телефону. На остановке было достаточно людей. Естественно, всем стало интересно, откуда упала глыба. В это время просто я посмотрела наверх и полетела вторая глыба с крыши. То есть, в принципе, сомнений по поводу того, что снег упал с крыши, вообще не было, думаю, ни у кого. Где-то через час я ехала в обратную сторону. По крыше дома уже ходили люди. Они встречали снег, обследовали, то есть именно то место, откуда упал снег. Я с удовольствием помогу, потому что я понимаю прекрасно, какой это урон здоровью, и что люди должны все-таки ответить. Координаты Натальи мы уже передали в Краевой следственный комитет и будем следить за развитием ситуации. Тем временем управляющие компанией Рубцовска заметно активизировались. Горожане рассказывают, что сразу в нескольких районах появились автовышки, рабочие убирают сосульки и снег с крыш, балконов и козырьков подъездов. Сейчас ледяных наростов стало не так много, но рубцовчане, напуганные недавними трагическими случаями в Кирове, Новосибирске, а также еще и в Барнауле, стараются обходить здание стороной. И у многих претензии к управляющим компаниям. Чистят, конечно, но кое-где все равно снег лежит еще. На общежитиях двухэтажных, допустим, сам видел, как падают сосульки. Страшно очень даже. Я хожу и очень часто слетают. У нас козырьков даже слетают. Большой базар, вот магазин там. Тоже прям шла вообще сугроб снега, хорошо никого не было. Под маркой алтайского меда у входа на выставку Интурмаркет в Москве предприниматели продавали фальсификат. Такие случаи сегодня не редкость и не только на выставках. Мед входит в тройку продуктов, которые подделывают чаще всего. В России фальсификация преследуется по закону, но похоже, это мало кого останавливает. Тем более, когда дело касается раскрученного бренда. О том, как отличить алтайский горный или липовый мед от сладкой липы, расскажет Татьяна Гладкова. Через три с половиной часа будет понятно, какие пчелы делали этот мед. В лаборатории продукт проверяют на содержание левомицетина. Это очень сильный антибиотик. В среднем в год поступает около 50 проб, плюс-минус, пока превышение не обнаружилось. Значит, пчелы были правильными или нет? Проверка качества еще не закончена. Газовый хроматограф определит наличие пестицидов и ядохимикатов. Потом проведут исследования на генномодифицированные организмы. Впрочем, некоторые тесты можно провести и дома. Если вы купили мед, но есть подозрение, что это липа, качество можно проверить простым способом. На обычную салфетку капнуть немножко меда. И если он растечется, означает, что у вас, к сожалению, фальшивка. Если же он будет сохранять форму, то это будет означать, что продукт качественный. В одном из барнаульских магазинов мы купили обычную баночку якобы алтайского меда. И показали ее специалисту, председатель управления Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции России Сергею Толстану. Оказывается, определить качество меда можно даже не вскрывая упаковку. Он перегретый мед, в нем присутствуют пузырьки и воздух. Это мед, скорее всего, уже в нем есть оксиметилфурол. Потому что весь мед, который натуральный, который произведенный от пчел, уже в настоящее время, он уже закристаллизованный. Наша коллега Оксана Басауэр гостей встречает хлебом и медом. Говорит, запасы сладкого лакомства не переводятся дома и на работе. Обычно мед покупают в проверенных местах или у знакомых пасечников. Но в этот раз взяла баночку в супермаркете. Купили мед, на котором была наклеена этикетка, алтайский мед. Пришли домой, отрываем этикетку, под ней вторая этикетка, и там написано «башкирский мед». Но надо сказать, что и на башкирский мед он был мало похож, если честно. От подделок никто не застрахован. Они встречаются не только в магазинах, но и на мероприятиях высшего уровня. На недавней выставке «Интермаркет» в столице одна подмосковная компания выдавала низкокачественный продукт за наш региональный бренд. Алтайская делегация была удивлена. Мне доложили, что это не алтайский и не мед. Подделывают, как правило, бренд солидный. В прошлом году в Россию было ввезено более 50 тысяч тонн фальсифицированного меда. Из Китая, Украины, даже Бразилии. При этом только алтайский край может накормить медом всю страну. 70% местного продукта уходят в другие регионы. Цена на наш мед не самая низкая. Из-за транспортировки становится еще дороже. Подделки куда дешевле. Но, как говорится, нельзя экономить на здоровье. Татьяна Гладкова, Алексей Фризин, Павел Лаурнин. Наши новости. Продолжение следует. Чтобы исправить положение, на федеральном уровне разработана программа модернизации коммунального хозяйства. Ежегодно на ремонт инженерных сетей выделяется около полутора миллиардов рублей. Но этих денег недостаточно. Издержки предприятий ЖКХ могут лечь на плечи потребителей. Чтобы этого не допустить, специалисты призывают коммунальщиков внедрять схемы экономии ресурсов и повышать энергоинфективность. Тогда удастся сдерживать рост тарифов. Мы постараемся проговорить эти вопросы, дабы убедить представителей муниципалитетов и предприятий ЖКХ о том, что надо от идеи и механизмов, которые будут в текущем периоде применяться, краткосрочным, долгосрочным, это разные вещи, сразу переходить к просчету последствий. Потому что сегодня ключевым показателем эффективного регулирования является уровень платы граждан. От слов к делу. Сегодня в Бийске дан официальный старт проекту «Молодые ученые Наукограда». Напомним, его инициатором в начале марта выступил депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев. Идея получила общественное одобрение. И сегодня стороны, задействованные в реализации проекта, подписали соглашение о сотрудничестве. Ну что, переходим к процедуре, долгожданной. Так, у нас это все организовано. Проект предполагает отбор на конкурсной основе новаторских исследовательских проектов молодых ученых с последующим трудоустройством авторов на стратегические предприятия Наукограда. В реализации примут участие Бийские вузы, Институт проблем химико-энергетических технологий, Администрация города, Общественная организация и территория развития, а также Алтайский биоформ-кластер. И сегодня же состоялось первое заседание рабочей группы. Единогласным решением председателем экспертной комиссии выбрали инициатора проекта Александра Прокопьева. Комиссия будет рассматривать и оценивать конкурсные проекты студентов и аспирантов. Критерии оценки уже разработаны и утверждены. Заседание решено проводить по мере поступления проектов. Я думаю, что объединение усилий в рамках такого соглашения о сотрудничестве, оно, конечно же, будет полезно для того, чтобы все-таки как-то создать какие-то приоритеты для молодых ученых, помочь им добиться тех успехов, решения тех задач, которые они перед собой поставили. Я сразу хотел бы сказать, что проект не короткосрочный, не три, не четыре месяца. Это достаточно длительный процесс у нас будет для того, чтобы действительно наработать тот механизм, который впоследствии было бы не стыдно, а может быть необходимо презентовать, в том числе на федеральном уровне, для того, чтобы возможно завести этот проект на другие территории. То есть подход к этому проекту, он, конечно же, неформальный. Теперь необходимо рассказать о конкурсе проектов всем потенциальным участникам, студентам, аспирантам, молодым ученым, чтобы как можно больше талантливой молодежи предлагало свои разработки. Ведь в конечном итоге от этого выиграют все – и сами заявители, и предприятия «Наукограда». 86 ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и узников концлагерей получили сегодня юбилейные медали в честь 70-летия Победы. Все награжденные живут в Барнаульском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Несмотря на почтенный возраст, ветераны собрались в актовом зале, чтобы лично получить заслуженные награды и посмотреть концерт. Отметим, что всего в этом году юбилейные медали получат 39 тысяч жителей края. В торжественной обстановке награды вручат всем, кто ковал победу на фронте и в тылу. Ну а тем, кто по состоянию здоровья не сможет участвовать в публичных мероприятиях лично, медали доставят домой. В преддверии Великого Праздника Победы мы продолжаем рассказывать вам о поколении героев. Не все из них родились на Алтае, но обрели здесь вторую малую родину. Наш сегодняшний рассказ о белорусском партизане, который не впустил в пределы страны ни одного вражеского поезда. Екатерина Гаськова встретилась с ветераном. Он сменил два партизанских отряда, подорвал с десяток поездов, похоронил практически всю семью. А потом ему исполнилось 18. Борис Антонович родился и вырос в Витебской области. В 1942 году стал партизанить в отряде легендарного Петра Машеры, одного из отцов-основателей советского подполья. Партизанская юность только началась и почти сразу серьезное испытание. Встреча нос к носу с предателями-власовцами. Я рыбачу, они ко мне подходят, курить мне дадут, провалиться. Но они с целью доходили ко мне в доверие. А потом уже начали напрямую. Знаешь, где партизаны? Не знаю. Так партизаны внутри всеобщей отечественной войны вели еще одну. В 43-м ее объявили как рельсовую. С того момента бойцы по всей стране пустили под откос более 15 тысяч вражеских поездов. Как устраивались такие диверсии, Борис Антонович хорошо помнит. Рельсы снимали, шпалы складали этим костром, рельсы на шпалы и все это подожгли. Играя в такие недетские игры со смертью за дня в день, совсем еще мальчик Борис Антонович услышал, наконец, марш победы. Знаете, как это было? И радостно, и умилось. Вспомнились погибшие товарищи, схваченные в плен часто по собственной глупости и невнимательности. Вспомнились родители и сестры, умершие от зверств фашистских палачей. Но жизнь продолжалась и, словно компенсируя все пережитое, подарила счастливую и крепкую семью, в кругу которой несгибаемый Борис Антонович планирует отметить еще не один праздник победы. Екатерина Гатькова и Алексей Фризин. Наши новости. Архитектурные, исторические и кулинарные достопримечательности Алтайского края увидят зрителей одного из федеральных телеканалов в программе «Поедем, поедим». В Барнауле съемочная группа остановилась на один день, чтобы снять главную гастрономическую сенсацию этого года – берестяной хлеб, восстановленный по рецептам 19 века. Сергей Бажин продолжит. Джон Уоррен, британский подданный, уже третий год ездит по российской провинции через кулинарию, открывая секреты русской души. Отправляясь на Алтай, съемочная группа вдохновилась не одной гастрономической достопримечательностью, но все они были за пределами краевой столицы. Только в начале этого года в Барнауле начали готовить продукт в считанные дни прославившийся в России и не на шутку заинтересовавший телезионщиков. «Сначала, конечно, издевались, что там хлеб с берестой, с опилками, с дровами, там всевозможные разные аналогии возникали у них в головах. Но это совсем не одно и то же. «Сейчас подуспокоились?» «Да, сейчас подуспокоились. Сейчас наоборот спрашивают, где купить, как купить». Михаил Яцинко по строчке из летописи Барнаула восстановил рецепт хлеба с берестой двухвековой давности. Тогда наши ученые искали универсальное средство для укрепления иммунитета жителей города. Первой биологически активной добавкой к пище стала кора береза, целебное свойство которой открыл еще Михаил Ломоносов. Впрочем, о том, что береста помогает бороться с болезнетворными бактериями, на Руси знали очень давно. Еда так или иначе всегда с ней соприкасалась. «Раньше ягоду собирали, я сам не верил. Ягоду собрали и в погреб. То есть она как лежала, так и лежит». Чтобы вникнуть в тонкости выпечки, ну и, конечно, составить собственное представление о знаменитом продукте, с барнаульским пекарем встретился ведущий кулинарного шоу Джон Уоррен. «Миша, привет, здравствуй. Я на своих путешествиях по России сталкиваюсь с берестной часто, да, но что делать здесь не мог?» «Хлеб!» Рецепт хлеба немного разочаровал ведущего, ведь вместо того, чтобы молоть кору березы, в тесто просто добавили экстракт бересты. «Ну как вкус березы?» «Не скажу, что я его чувствую, но зная, что там, да, полезно». Джон Уоррен признался, что раскрыть секреты русской души через берестяной хлеб у него не получилось. Но он вновь убедился, что провинция готова преподнести немало гастрономических открытий. Сергей Бажин, Андрей Шиповалов. Наши новости. И это все, о чем мы успели вам рассказать о событиях нового дня. Узнаем вместе из свежего выпуска наших новостей. Напоминаем телефон редакции в Барнауле 659-129. Берегите себя и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин